Пётр Жгулёв Я нашёл аватара в личной комнате и, как и подозревал, мёртвым. Внешне тело было почти невредимо, но я видел глубже, и внутренние повреждения оказались чудовищны. Взмахом руки, избавив труп от одежды и артефактов, я поместил его в ледяной гроб. Девять таких холодильников я в своё время нашёл в пространственном хранилище предкоморозных обезьян. Весьма удобная штука, если нужно сохранить что-нибудь ценное. И тело, имеющее такую высокую степень родства со мной, без сомнения пригодится. Правда, не для воскрешения. Нет, времени прошло не так уж много, и если бы Василий действительно погиб, то оставалась бы возможность восстановить физическую оболочку, собрать душу из осколков и поместить обратно. Обошлось бы недёшево, но недавнее убийство сразу трёх младших богов с лихвой перекрывало возможные затраты. К счастью, здесь всё было не настолько плохо. Связь хоть и ослабла, но сохранялась, а значит, сработала запасная жизнь. И тот факт, что я не мог увидеть, где именно он находится, служил этому лишним подтверждением. В этом варианте система должна воссоздать тело в одном из технических узлов. Обычно это малый ретранслятор, расположенный в недрах светила, откуда игрок мог свободно переместиться в один из ближайших миров. Вот только место для гибели Василий выбрал не самое лучшее. Из личной комнаты его могло выкинуть куда угодно в пределах сектора. И если место воскрешения должно быть вполне безопасно, то точки выхода плотно контролировались местными, со всеми вытекающими для чужаков впоследствиями. Каин, ты уже пришёл в себя? Не покидай безопасную зону. Внимание! Сообщение не может быть доставлено. Вот это уже... не очень хорошо, скажем так. По идее, защита такого рода объекта не должна блокировать связь, какой-то барьер или, возможно, пространственная аномалия. Похоже, придётся самолично проверить, что находится на другом конце путеводной нити. И провести переговоры с местными богами, объяснив им, что такое традиции гостеприимства. Вряд ли там окажется кто-то достаточно сильный, чтобы переговоры провалились. Переход! Внимание! Заблокирована попытка перехода в закрытую локацию. Вы получаете предупреждение. Тот факт, что меня выбросит, был вполне ожидаем. Вот только я находился не в звёздной системе, а где-то в глубоком космосе. Здесь не было ничего, кроме тьмы и холода. Даже связь с источником сил, системой, заметно ослабла. Для кого-то другого такое предупреждение само по себе стало бы смертным приговором. Тем не менее, я снял координаты, пытаясь понять, куда меня занесло. Внимание! Покиньте зону ограничения! Такого рода требования игнорировать не стоит. К счастью, канал, по которому я сюда переместился, ещё не рассеялся окончательно. Я уцепился за него, шагнув обратно. Проклятие! Долго думать не пришлось. Вариантов было не так уж много. Похоже, Василия угораздило возродиться в локальном узле, контролирующем сектор. В обычной ситуации вариант ничуть не хуже. Вот только данный объект был серьёзно повреждён во время давней войны. Не все изначальные боги оказались рады приходу системы на своей территории. И не все из них поддались желанию получить больше силы из нового источника. Впрочем, это дела давно минувших дней. Главный вывод один. Выбираться оттуда аватару придётся самостоятельно. Я могу только попытаться поддерживать нашу связь, не давая её заблокировать, и попутно почистить оставшиеся хвосты. Пожалуй, настало время вспомнить космологию. Вселенная состоит из триллионов галактик. Каждая галактика содержит сотни миллиардов звёзд. У многих звёзд на орбите имеются планеты. На некоторых из этих планет существует жизнь. Возможно, число обитаемых миров и не бесконечно, но с практической точки зрения разница невелика. Вряд ли кто-то может сказать, какую часть всего этого занимает система, но речь идёт о невообразимо огромном пространстве, и, как следствие, достаточно разрозненном. Если говорить в общих чертах, то экспансия начинается с ковчега, который прилетает в новое место и становится сервером, и начинает рассылать ретрансляторы, захватывая звёздные системы. Не обязательно ближайшие. На этом этапе система достаточно уязвима, и потому расширение идёт в скрытом виде. Кластер стремительно растёт, делится на сектора, которые контролируются локальными узлами, и в конечном итоге занимает всю галактику. Именно в пределах секторов и работает технология мгновенных перемещений, которая и позволяет рассматривать эти миры в качестве некой единой общности. Сектора отделены друг от друга искусственными границами, хотя перемещение внутри кластера вполне возможно, но требует не только энергии, но и времени. Впрочем, для тех же младших богов оно особых проблем не представляет. Кластеры разделяет межгалактическое пространство, и даже система не претендует на великую пустоту, лишь прокладывая пути между кластерами. И до тех пор, пока этот процесс не завершён, чтобы проникнуть в обособленный кластер, нужно быть по меньшей мере старшим богом. Причём уверенным в своих силах, иначе прыжок через пустоту легко может завершиться гибелью. Конечно, демиургам такое перемещение проблем уже не доставит, но что им делать в подобном месте? В определённой степени это похоже на Землю. Кластер можно считать планетой, сектора континентами и островами, границы между ними океаном, великую пустоту космосом, а пути и вовсе межпланетным сообщением. Аналогия весьма грубая, но вполне наглядная. Кластер Млечного Пути в этой картине мира считался ущербным, поскольку так и не смог развернуться целиком, ассимилировав не больше половины галактики. И хотя экспансия продолжалась, но слишком медленно, отсутствие путей делало данное место малоинтересным для соседей. Именно поэтому Великий И в своё время и бежал сюда, пытаясь укрыться от врагов. Именно поэтому Многоликий, потерпев неудачу, не стал задерживаться в этой глуши, предпочтя вернуться к подвластным ему мирам. И именно поэтому у меня было время, чтобы подготовиться к его возвращению. Звёздный город, столица истинной империи. Битва закончилась сравнительно недавно, но тело на поле боя ожидаемо не оказалось, как и атрибутов власти. Карандар должен был остаться и принять внешность павшего императора. Это простейший способ перехватить управление над страной. Устраивать очередную бойню мне не хотелось. Впрочем, кое-что интересное тут ещё оставалось. «Внимание, вы можете выбрать три карты. Осталось две минуты тридцать две секунды». Тысячи призрачных карт. Всё, что высший эльф успел выучить за свою длинную жизнь. Никто, кроме победителя, не мог забрать лут, но с точки зрения системы аватар являлся моей частью. Так что в данном случае правило не действовало. Карты висели рубашкой камней и двигались, не давая увидеть, какие навыки они содержат. Простая, но достаточно эффективная защита, если бы речь шла об обычном игроке. И своего рода месть. Обидно знать, что ты стоишь перед лицом сокровищ, а получишь лишь объедки. Правда, против меня это не сработает. Прозрение сути. Секунду назад почти одинаковые карты засветились, переливаясь разными цветами тысячи белых F-ранговых в массе своей довольно тусклых, сотни E-шек, подсвеченных синим, десятки зеленых D-шек и, наконец, всего две отливающие алым C-ранговые карты главный приз смертельного поединка. К слову, помнится, А-рангу соответствовал золотой цвет, а Б-фиолетовый. Что касается S, то мне, как великому И, такие карты никогда не встречались. И вряд ли встретятся, если только я когда-нибудь не дорасту до Демиурга или не прикончу одного. Ладно. Если по цвету можно было судить о ранге, то по его насыщенности, о силе, редкости и потенциале навыка. Вот только зачем, если теперь я точно знал, что скрывается за каждой рубашкой. С такими талантами хорошо в покер играть. Осталось одна минута, две секунды. Места втянуть и дальше, я выбрал три наиболее интересные карты. Мелочь, но если Аватар вернется, они ему пригодятся. Что там дальше? Вокруг сновало немало гоблинов, но на меня они не обращали никакого внимания и не могли при всем желании. Легион! Ждать пришлось недолго, а появление стаи возвестил шелест крыльев и карканье. Я посмотрел на него, позволяя увидеть, кто именно его призвал. В прошлом Великий И не любил воронов, но после возрождения я вполне мог контролировать себя в этом вопросе. Я здесь, могучий! Ворон почти рухнул на камне мостовой. За мной нет вины! Я выполнил все, что поручил мне господин! Как и ожидалось, Легион сходу понял, что имеет дело с Богом, а не Аватаром, и что характерно, даже не заикнулся о кристаллах. Тебе нужна эта стая? Или хватит крови, что течет в их жилах? Мне хотелось бы основать гнездо! Возможно, у тебя будет такой шанс, но не в этом мире. Я взмахнул рукой, открывая путь в домен эльфийской богини. Самое место для новоявленной обители зла. Если что, можно будет выжечь без лишних проблем, и эльфов можно закинуть туда же, по крайней мере, до тех пор, пока не разберутся с новым миром. Веди их за собой! Слушаюсь! Легион призывно каркнул и нырнул в портал, но только половина стаи последовала за новым вожаком. Остальные, не видя угрозы, решили воспользоваться шансом избежать. Роковая ошибка. Я сжал руку, обращая предателей в груду плоти, костей и перьев, из которой вылетело несколько золотистых капель. Древняя кровь. Многовато примесей, но на что-нибудь сгодится. Пора было двигаться следом. Подготовительный период подходит к концу, вскоре разгорится новая война. Настало время переходить от обороны к экспансии. Редактор субтитров А.Семкин